Всем привет! Сегодня в эту прекрасную снежную субботу мы выходим к вам в очередной прямой эфир. С нами незаменимый стилист Андрей и Солнце Надежда. Есть незаменимый дизайнер Надежда, да. Рады приветствовать вас всех сегодня с нами. Сегодня у нас вообще довольно интересный эфир. Сегодня мы открываем целый цикл наших последующих прямых эфиров, которых мы планируем говорить с вами на тему дресс-кодов. Мы знаем, что эта тема всегда интересна, поскольку, когда вы собираетесь на то или иное мероприятие, вы так или иначе сталкиваетесь с условием, что нужно прийти в одежде такого-то дресс-кода. Поскольку до сих пор очень многие люди часто путаются относительно того, что же конкретно подходит под тот или иной дресс-код, мы хотим с вами об этом поговорить, приоткрыть занавес тайны, рассказать какие-то, возможно, маленькие секретики относительно того, как правильно подобрать тот или иной образ, и адаптировать эти все луки под наши вещи. Да, и, собственно говоря, прежде чем мы перейдем к этому замечательному нашему блоку одресс-кодаху, сегодня мы, кстати, говорим о вай-тай. Мы хотим ввести, так сказать, новую рубрику, ну, назовем это рубрикой, да? А в начале каждого прямого эфира очень часто бывает такое, что люди не успевают задать, либо там, ну, по какой-то причине не могут задать вопрос в прямом эфире, либо задают вопрос, он где-то там потом теряется, поэтому мы специально будем выставлять в сториз опросники, то есть все любые вопросы, которые вас интересуют, в начале любого прямого эфира мы будем на них отвечать. И вот у нас есть сегодня первый вопрос, который больше касается, наверное, даже больше нашего замечательного дизайнера, это вопрос о концепции новой коллекции. Очень интересный вопрос на самом деле, и мне кажется, что действительно относительно нашей новой коллекции, о которой мы довольно часто говорим с вами в последнее время, накопилось довольно много вопросов, на которые все-таки нам стоит ответить. Во-первых, если говорить вообще о тех вещах, которые побуждают нас что-либо создавать, как в данном случае, эту коллекцию, наш мир меняется, меняется очень стремительно. Вообще, 20-й год был очень, с одной стороны, динамичным, с другой, в плане изменений, с другой стороны, ну вот как-то очень не хватало, очень не хватало каких-то якорей стабильности, чего-то такого всем нам, поскольку все мы столкнулись с определенными вызовами. За счет этого людям хотелось все больше комфорта, тепла, уюта, поскольку им нужно было какое-то успокоение, именно даже в окружающих их вещах. Но в то же время, понятное дело, что все люди хотят выглядеть стильно, и хотят все-таки не забывать о красоте. Именно вот эти два понятия мы попытались объединить в нашей новой коллекции. Это прежде всего мягкость, комфортность, тепло, опять же, но и в то же время с красотой. И мы пытались всячески соответствовать в наших этих вещах всем последним трендам. Если говорить о конкретной концепции нашей подачи этой коллекции, я думаю, тут даже Андрей более сможет основательно объяснить, почему мы выбрали именно такой стиль. Что касается вот именно подачи, потому что очень несколько вопросов было в свое время там в Инстаграме, в Фейсбуке, почему у девушек такой яркий мейк. То есть он как бы с одной стороны яркий, с другой стороны не яркий. Дело в том, что 2021 год, это все-таки год больше индивидуальности. И именно вот этим вот мейком мы постарались показать связующее между вот этой вот замечательной одеждой, да, которая, казалось бы, ну вот она элегантна своей простотой, своей носибельностью, да. То есть вы можете в такой одежде, поменяв там обувь или не поменяв обувь, вы можете в ней находиться как в домашних условиях, точно так же и в каких-то там офисных вариантах, да. Опять-таки, вспоминая наши локдауны и все остальное, очень многие люди, которые одевались только по пояс, да, то есть нижняя часть была спрятана в шортах, там еще чем-то сверху был там какой-то деловой костюм. Вот, поэтому именно уникальность и индивидуальность, это было вот связующее для, именно для этой концепции, поскольку сами по себе вещи, они индивидуальны, и вот именно выразить индивидуальность, именно поэтому были приклеены снизу ресницы, ни сверху, ни нормальный, скажем так, вариант, размазанные какие-то тени, еще что-то, потому что, если честно, что касается визажа, ну, я не визажист, но тем не менее, естественно, тоже приходится следить за такими трендами, а вот в моде и в тренде это индивидуальность, то есть нет уже такого, как когда-то, да, там 2015 год, 2014 год, вот у нас там идет год, там, я не знаю, козы, все рисуем серебряные тени и там золотые губы, например, да, или там маникюр носим только такого цвета, сейчас этого нет, то есть самовыражение настолько, насколько это возможно, поэтому я думаю, что в принципе мы ответили на этот вопрос, но если у вас есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите, можете сейчас писать в прямом эфире, можете в дальнейшем писать, мы с огромнейшим удовольствием вам ответим. И поскольку мы сегодня все-таки говорим о вайт-тай дресс-коде, поэтому все сегодняшние вещи, они сразу скажу, что они адаптированы, то есть на самом деле в таких вещах с дресс-кодом вайт-тай, ну, скажем так, они не выдерживают этого дресс-кода, почему, объясню попозже, когда Надежда будет менять луки. Вот, что касается вот именно этого лука, сразу добавлю, между чем Надежда расскажет о составе. Как всегда. Вот, характерные чертой, то есть как бы можно было бы подчеркнуть, именно вайт-тай дресс-код, мы одеваем торчатки, которые должны скрывать, не скрывать, а доходить до рукава. То есть в данной ситуации у нас рукав здесь опять-таки вайт-тай, ни в коем случае мы не обнажаем верхнюю часть груди, если обнажаем, то одеваем сверху там горжетку, платок, еще что-то. То есть вот эта вот верхняя часть, насколько бы она у вас не была красивая, должна быть закрыта. Вот, из украшения допускается только нитка жемчуга, вот, причем длина ее тут, она может варьироваться, но это должна быть нитка, не колье, а именно нитка. Если у вас нитка жемчуга, больше никаких украшений. Если вы не берете нитку жемчуга, у вас могут быть сережки и кольцо в тон этим сережкам. Опять-таки желательно жемчуг. Поскольку вайт-тай дресс-код, это самый строгий дресс-код. То есть если вы увидели в приглашении, что у вас написано вайт-тай, ну, 99% вам дают, что вас пригласили на бал королеве Виктории. Не, на самом деле в последнее время, вот, очень часто на каких-либо ивентах стало даже, что ли, модно использовать дресс-коды вайт-тай и блэк-тай. Поэтому, конечно, великая вероятность, что вас пригласили не только на прием королеве, но тем не менее... Ну, она будет приглашаться. Или как в нем приглашена. Но, тем не менее, это именно тот дресс-код, который пошел вот оттуда. Ну, вот Андрей лучше об этом всем расскажет, когда я пойду переодеваться. А тем временем, я думаю, стоит поговорить отдельно о составляющих этого образа. Даже подойду поближе немножко. Это наша юбка-плиссе в пол из стопроцентного мериноса. Мы довольно давно, как мне кажется, не показывали вам их в прямых эфирах, но вот сегодня исправляемся. Сверху мы дополнили образ потрясающим жилетом, также из мериноса. Как мы уже упоминали, обе эти единицы из нашей новой коллекции. Очень тактильные, приятные к телу. Под этот жилет, если не привязываться уже к каким-либо дресс-кодам, можно надеть любой гольф, водолазку. Ну, то есть, таким образом, сделать образ более теплым и уместным под такую погоду, которая есть у нас сейчас. Но, как вы понимаете, сегодня мы хотели поговорить именно об адаптации дресс-кода в Айтай. Если говорить о прическе, то это также довольно интересное решение, поскольку для ее создания мы использовали пояс от кардигана. То есть, как мы говорили с вами в предыдущих прямых эфирах, в предыдущем даже, как раз четко, в предыдущем прямом эфире, все пояса очень многофункциональны, и их использовать можно, ну, на самом деле, как угодно, как только подскажет вам ваша фантазия. Я еще пользуюсь случаем, что я пока не ушла. Напомню вам, что мы очень ждем ваших комментариев, ваших реакций, вопросов. Для того, чтобы видеть нас у себя в ленте, для того, чтобы не пропускать наши прямые эфиры, нажмите колокольчик сверху на нашей странице, и вы будете получать все интересные для вас уведомления. Хотим оставаться с вами на связи и не исчезать согласно новым алгоритмам Инстаграма. Поэтому, если вам интересно и нравится то, что мы делаем, пожалуйста, сделайте этот простой шаг. Я думаю, я могу пойти и дальше трансформировать. Что касается вообще транс-кода, вообще для чего были придуманы транс-коды в свое время? Вообще, если мы говорим о истории, ну, наверное, первое вот именно упоминание транс-кода как транс-кода, это, наверное, где-то середина 14 века. Хотя, в любом случае, всегда люди пытались выделиться своей одеждой, своим каким-то видением. То есть, транс-код это, грубо говоря, униформа, по которой понятно, к какому вы сословию относитесь. В данной ситуации мы говорим не о сословии, а на какую вы вечеринку попадаете. Потому что очень многие вечеринки, та же самая красная дорожка, она подразумевает не white tie, она подразумевает black tie. Немного о white tie. Что такое white tie? Это самый строгий транс-код. Вот, платье на девушках должно быть в пол. Как я уже говорил, верхняя часть закрыта, об украшениях я говорил. Вы можете дополнить, не можете, а обязательно вы обязаны дополнить клачем в тон вашему платью. Единственное, какое может быть, скажем так, попустительство в white tie-дранс-коде, это туфли. То есть, туфли у вас могут быть в цвет настроения. То есть, если у вас сегодня цвет настроения синий, вы можете одеть синие туфли. Если цвет настроения черный, черный и т.д. То есть, тут уже можете чуть-чуть поэкспериментировать. Все остальное, это вот то, что называется шаг влево, шаг вправо, расстрел. Надежда, готова. В следующем образе сразу спрошу тебя, чего не хватает мне сейчас для того, чтобы полностью соответствовать расходу white tie-дранс-коде? какой вы длины перчатки, будут. То есть, вот так вот оно у вас запроет полностью ваше платье. Это уже, то есть, перчатки это маст. Платье в пол это маст. То есть, тут вы не можете никуда двинуться. В принципе, в Катайе это все маст. Единственное, что вы можете поиграть, это цветом туфлей. Вот. Чем соответствуют? Соответствует платье в пол. Это идеальное платье в пол. То есть, как бы там ни было, идеальнее не бывает. И опять-таки, вот зона декольте, если ты повернешься спиной чуть-чуть, вот, как видите, вот зона декольте, то есть, это такое вот классическое, неглубокое, ну, замечательное, скажем так, декольте именно на спине. То, что мы говорили об этом платье, оно более функционально. То, что можно эту зону декольте и вперед повернуть, но в данной ситуации это так. Но опять-таки, вот этот вот пояс, который, видите, тоже в тон, то есть, сейчас сюда добавить перчатки, перчатки, кстати, могут быть контрастными, вот, но клатч должен быть тоже вот такого бежевого цвета. И снова такие, ну, не буду повторяться про нитки, жемчуга и про все остальное. Передаю слово тебе. Я традиционно подойду к вам поближе, чтобы вы могли получше рассмотреть это изделие. Платье очень многофункционально. Во-первых, оно выглядит потрясающе элегантно. Я думаю, вы можете сами в этом убедиться. Именно за счет своей такой, но даже не хочу использовать слово простоте, поскольку оно на самом деле совершенно непростое. Но в то же время, вот именно за счет силуэта, который оно создает и прочее, но в то же время в нем нет ничего, никаких излишеств, никаких там излишних затееватостей. Платье измери носа, очень мягкое и теплое. Декорировано по линии вот спереди и сзади вот таким декоративным швом, а также по бокам эти швы присутствуют, что добавляет именно определенные изюминки этому изделию. И повторюсь, оно правда потрясающе удобное и подойдет вам на самом деле на очень многие случаи жизни. Если мы говорим опять же о дресс-коде вайтай, то, ну как правильно Андрей сказал, в принципе оно должно быть из других материалов, чтобы полностью соответствовать всем правилам. Но поскольку мы понимаем, что маловероятно, что большая часть из нас попадет на прием к королеве, как правило, когда выбираются дресс-коды именно на какие-то мероприятия, например, на определенные встречи в отелях или же там, я не знаю, празднования, просто для того, чтобы добавить какой-то интересной нотки в вашей вечеринке, если вы хотите, чтобы вам было тепло, в принципе, при достаточной адаптации и при отсутствии слишком строгих правил в этой и там слишком высокопоставленных гостей на этой вечеринке, оно может, как мне кажется, плюс-минус подойти под требования. Да, у нас тем временем есть вопрос. Многие считают, что этот вид расхода только одежда белого цвета так ли это? Нет, это абсолютно не так. Более того, белый цвет одежды, несмотря на то, что расход называется вай-тай, не допускается. То есть, это может быть какой-нибудь молочный либо там, я не знаю, с серым цветом, но не белый, не киперно-белый. Почему вай-тай, я хотела об этом чуть позже рассказать, но поскольку появился этот вопрос, расскажу сейчас. Дело в том, что вай-тай с английского белый галстук. То есть, на самом деле, этот расход, который вот именно для мужчин, там все очень строго, чуть-чуть похоже расскажу, насколько это все строго. То есть, вай-тай это название вот именно этой бабочки, этого галстука, который опять-таки должен быть завязан только вручную, ни в коем случае ни на кнопочке, ни на еще чем-то. То есть, если вы не умеете завязывать, нужно кого-то попросить, чтобы завязал. Это всегда очень видно. То есть, вот именно поэтому называется вай-тай. Ну, уже говорим о мужчинах, то есть, то, о чем, что шаг влево, шаг вправо. Почему? То есть, идеальным, так как рекомендуют Оксфордский свод законов, вот я вам просто сейчас не вспомню, как он дословно звучит, ну, это в общем в Оксфорде был придуман свод законов по поводу вай-тай. Черное чередуется с белым, заменяя черное. То есть, вот так вот оно, это такой вот вольный перевод. Вот, то есть, грубо говоря, на мужчине должна быть белая накрахмаленная рубашка из определенного вида хлопка, белая бабочка, в пиджаке, даже это не пиджак, а это так, я даже не знаю, как это по-русски сказать, это даже не смокинг, это, наверное, вечерний пиджак, да, то есть, в нем должен быть в кармашке обязательно белый платочек, брюки должны быть с шелковыми лампасами, обувь, соответственно, черного цвета, единственное, ну, это опять-таки, если мы говорим о классическом вай-тай, не могут быть сверху гамаши, вот, но в принципе, сейчас это допускается, то есть, если это туфли какие-то, вот именно, что они носятся только с гамашами сверху, да, окей, обязательно должны быть атласные лампасы, жилет белого цвета, на трех пуговицах, которые обязательно должны быть застегнуты, из украшений мужчине допускаются только, если у вас не, вернее сказать, вай-тай, потому что вай-тай, это может быть и галстук бабочкой, может быть, вот просто какой-то галстук, может быть просто лето, если это просто лето, он тем не менее называется тай, у вас может быть такая декоративная, как бы, булавка, но опять-таки, она не должна быть, она не может быть там, черного цвета, либо там, какой-то изумруд, рубины, т.д. и т.п. То есть она должна по максимуму сливаться именно с белым цветом. То же самое касаемо запонок. Из того, что в принципе желательно, но не обязательно, поскольку все-таки 21 век, где был 14, где 21, вы можете добавить, я сейчас говорю о мужчинах, добавить образ перчатками, белыми перчатками, тростью и цилиндром. Но это не обязательно. Конечно, если вы это все оденете, но я думаю, только благодаря цилиндру вас сразу пропустят и поймут, что вы где-то хотя бы об этом слышали. Еще у нас есть вопрос, который был заранее нам заданным. Можно ли с дросс кодом вай-тай пойти в ресторан, пати и т.д.? На самом деле можно, но, честно говоря, главный вопрос, зачем? Ну, потому что это действительно очень строгий дросс код. Если мы говорим об адаптациях этого дросс кода, ну вот как сегодня, как то, что, собственно, я показываю вам на себе, эту, конечно, это и удобно, и на самом деле тоже добавляет какое-то, ну, что-то интересное именно в ваш поход, потому что вы тогда больше времени тратите на сборы, больше какое-то чувство предвкушения будущего события появляется. Но если говорить именно о придержании всех правил, то, ну, представьте, вы будете на свидании, например, в ресторане с мужчиной в цилиндре, ну, то есть это уже вызывает дополнительные вопросы. Вопросы, да, возникнут. Вы придете в шортах, а ваш мужчина придет в цилиндре. Я думаю, что вы не долго задержитесь. Хорошо, я пока думаю, я могу пойти в следующий образ. Кстати, завершительный на сегодня. Сегодня мы решили показать вам не так много образов, как обычно, но больше времени уделить, допустим, каким-то рассказам, объяснениям. Поэтому напишите нам также, пожалуйста, или сейчас, или в директ, какой конкретно формат наших прямых эфиров нравится вам больше, когда мы показываем вам больше вещей и меньше говорим, либо же, когда, ну, меньше ходим переодеваться, либо же, когда, вот как сегодня, такой у нас более расслабленный формат, когда мы находимся в диалоге, отвечаем на ваши вопросы, повторюсь, нам очень важно получать от вас вопросы и комментарии. Ну, вот, будем ждать вашу обратную связь. А я тем временем отможу. Я пока отвечу еще на один вопрос, который был задан заранее. Почему вай-тай код считается самым строгим дресс-кодом? Дело в том, что в современном мире, то, о чем я уже говорил, большинство дресс-кодов, о которых мы будем в дальнейшем также рассказывать, их можно интерпретировать по вашему желанию, по большому счету. И это единственный, наверное, дресс-код, который остался неизменным со времен его, скажем так, дрессирования, кодирования дресс-кодов. Я не знаю, как это правильно сказать, разделение по дресс-кодам. Вплоть до того, что прописывается, даже если мы говорим о женском, о мужском, я уже так более подробно рассказал, если мы говорим о женском, обязательно ни в коем случае в вай-тай вы не можете одеть колготы, да, то есть максимум, что допускается, это чулки, и то желательно даже без чулок. Белье, естественно, должно быть бесшовным, лучше всего, опять-таки, даже без белья, то есть не должно быть видно вообще ничего. то есть если мы говорим о белье, это может быть какая-то сорочка, опять-таки, шелковая, которая не будет выскакивать бретелье, которая не будет, то есть по максимуму все вот эти вот нюансы, платья и всего остального должны быть не видны. Тем более, как бы, да, мы все знаем, что фигуры у всех разные, у кого-то там большую грудь, у кого-то попа, у кого-то еще что-то, то есть все это должно быть настолько скрашено с вытягиванием, вытянута, чтобы не было к чему притраться. О украшениях и о сумке, то, что касается трес-хода, мы поговорили, то есть единственное, чем может выделиться девушка, ну, кроме крови, платья и обуви, да, то есть это как бы обувь и украшения. и следующий вот вопрос еще у нас есть, должны ли вещи в таком трес-ходе быть дорогими? Ух, вы знаете, очень хороший вопрос на самом деле, все зависит от того, что вы вкладываете в понятие дороговизна. Да, вы можете купить кутерное платье, которое, вы понимаете, оно будет стоить, ну, там, минимум, если это первая линия, там, от 50-60 тысяч долларов, но такие платья, во-первых, они шьются под заказ и, как правило, второй раз вы их не оденете, да, продать или, там, отдать на какую-то благотворительность как вариант. На самом деле, кутерье, когда, вот, именно, именно, был принят синдикат, кутерье, они, в принципе, в основном для вайт-тайа и шились вот все эти платья, ручная работа, украшения, и т.д. Но, опять-таки, вайт-тай, вот в чем его прелесть, в том, что он, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, очень строгий, да, то есть, какие-то там, россыпь камней, вышивок, кружев, это, в принципе, не приветствуется. Тем временем, Надежда готова. Ага, ниточка какая, там, опять прицепилась. Выхожу к вам в следующем образе, но, конечно, очень адаптированным. Опять же, учитывая верхнюю часть, сейчас нашего такого платья, как оно визуально получилось, ну, конечно же, это все должно быть прикрыто, потому что, как правильно говорил Андрей, файт-тай, это самый строгий грызкод, при котором выставлять какие-либо части тела, ну, все-таки, довольно нежелательно. И сейчас еще Андрей адаптирует немножко мою прическу, прямо, в прямом эфире, поскольку, вот этот пояс уже по цвету не подходит, он больше подходил под более светлые оттенки, как были у нас, ну, вот в двух предыдущих образах. Сейчас эту штуку мы сделаем более подходящей. Я могу подсказать, что он, скорее всего, либо на стуле, либо на полу. Простите за то, что вот во время прямого эфира бывают такие моменты. Если говорить об этом образе, здесь у нас присутствует юбка-плиссе с вот таким вот шикарным разрезом. Его можно как спереди, опять же, надеть, так и использовать сзади, опять же, как вам позволяет фантазия и, ну, вот то мероприятие, на которое вы собираетесь. Выполнена она из мериноса, она темно-синего цвета. Также в наличии у нас есть такие юбки в молочном и черном цветах. Они очень удобные, очень стильные. Это вот такая вот как трансформация всем привычной классической юбки-плиссе в вот такую вот более интересную и необычную вещь. Под этой юбкой у нас надето вот такое вот наше летнее ажурное платье. Это ручная работа, выполнена крючком. Еще когда Андрей меня отпустит, я подойду я подойду сью-дочку поближе, чтобы вы могли получше рассмотреть узор. Опять же, вот можете видеть, что это просто все продолжение платья. За счет того, что... О, как раз могу подойти поближе. За счет того, что мы объединили платье с этой юбкой-плиссе, у нас получился очень необычный, интересный и такой даже... Ну, как бы ты описал этот образ? Для меня этот образ, вот честно, он для меня навеялся... Я думаю, что все видели Титаник, да? Лишний раз об этом не нужно вспоминать и говорить. И вот именно там был, кстати, если помните, трескод вай-тай, когда... Как ее звали? Господи, тогда на фильме была Роза... Да, когда она пригласила Эди Каприо, я не помню, как его звали в фильме. Джек. Джек, да. Джек. Да, и вот помните, у него был как раз классический код трескод вай-тай и она была тоже в классическом вай-тай трескоде. Единственное, что там чуть-чуть неправильно было касательно трескода, у нее слишком было вышитое платье. И вот эти вот бахромы и все остальное... То есть это тоже недопустимо? Да, это недопустимо. Но при всем при этом она была в перчатках, у нее была правильная длина перчаток. Если кто-то захочет, можете просто пересмотреть. То есть у нее была правильная длина перчаток, которые заканчивались именно там, где начинается или заканчивается рукав. То есть если сюда мы добавим перчатки, то есть это будет такой адаптированный вариант. И снова-таки, поскольку... Вот, кстати, вот кружево в данной ситуации, да, то есть оно вполне логично. Оно не выглядит слишком открытым, да. То есть вот здесь вот с одной стороны плечи закрыты, с другой стороны у нас грудь открыта. Вот, то есть если мы говорим о украшениях вот в этом конкретном блоке, да, то сюда вот можно добавить, скажем так, сережки и кольцо. Вот, не колье, потому что, ну, значит, тут вот все видно не будет, да, или там нитка жемчуга. Это все-таки было больше предыдущим образом. Вот у нас есть еще вопрос. Давайте посмотрим, да, задавали ли вы нам еще вопросы. Можно ли собрать вай-тай-лук бюджетно? Ну, этот вопрос несколько продолжает предыдущий, на который ты уже отвечал. Да, ну, тем не менее, ну, вот, скажем так, то, о чем я говорил, что там кутюрье и все остальное, но можно ли собрать бюджетно? Конечно, можно. Можно все в этой жизни. Главное, чтобы, дело в том, что когда вы приходите любой дрожь-код, то есть не обязательно вай-тай, на какую-то вечеринку, и вот именно где есть вопрос вот именно от расхода, то есть, ну, оценивать вашу одежду, едва ли кто-то будет, ну, кроме тех людей, которые в этом что-то понимают. Вот, поэтому, если вы оденете вещи, я не знаю, ну, в H&M, наверное, таких вещей нет, какой бы там взять, ну, скажем так, средний бюджет, но в любом случае, понимаете, такие вещи не шьют, линии бюджетные, масс-маркет такие вещи не шьют. Это можно попробовать собрать, как-то адаптировать, но в любом случае вам придется либо перешивать, либо переделывать, либо еще что-то делать, да, то есть это, смиритесь с тем, что это будет в любом случае произведение искусства. Вот, поэтому лично я рекомендую, я думаю, что ты тоже, да, то есть лучше инвестировать в какую-то вот такую вот вещь, да, ручной работы, и, то есть носить ее не только там, вот, как конкретные ситуации, но и так, чтобы она максимально можно было ее адаптировать к жизни. Тем более, как мы знаем сейчас, ну, вот, в принципе, вот эта вся практика быстрого потребления, когда вы покупаете множество вещей, сразу же их выбрасываете, покупаете снова новые вещи, она отходит в небытие, просто потому, что это непрактично, дорого, хоть вы покупаете дешевые вещи, но поскольку вы покупаете часто, в силу их плохого качества, ну, как бы вы тратите еще большие деньги, чем если бы вы изначально купили просто одну хорошую качественную вещь. Это все приводит к тому, что эпоха потребления, она заканчивается, и вот сейчас, вот как правильно сказал Андрей, куда лучше, логичнее и, ну, я не знаю, правильнее, опять же, сделать вот эту инвестицию в свой гардероб и купить нечто такое, что будет служить вам годами, а не просто один сезон, в лучшем случае. Вот написали комментарий, очень красиво, спасибо большое. Мы старались. Стараться, да, для вас. Может, у нас есть еще комментарии? Пока я не вижу. Тогда, в принципе, это все, что мы хотели показать вам на сегодня. Если же у вас нет вопросов каких-либо дополнительных, если мы забыли, допустим, с Андреем что-то упомянуть или рассказать, то, ну, если вы не задали их сейчас, вы всегда можете обратиться к нам в директ. Напоминаем также, что наш шоу-рум уже наконец-то открыт, он был открыт всю эту неделю, и, ну, вот как бы мы ждем вас в гости по адресу Кожемятская, 12 Г. Приходите к нам, мы с радостью покажем вам все вещи, о которых мы говорим вот в наших прямых эфирах, и даже больше. У нас много всего в наличии, с радостью подберем для вас ваш идеальный лук. А также, если же вы хотите больше общаться в режиме онлайн, это не проблема. Мы всегда доступны в директе, и Андрей и я с радостью проконсультируем вас, пришлем вам видеообзоры, допустим, определенных вещей, которые вас заинтересуют и по нашему мнению вам подойдут. С радостью сделаем вам вот такую вот полноценную консультацию просто онлайн. Ну и спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Напоминаю, нажимайте на колокольчик вверху нашей страницы, чтобы не пропускать все наши обновления. И в следующий раз, поскольку мы начали вот этот вот длинный цикл дресс-кодов, мы также будем говорить с вами о дресс-коде. Вы сможете сами выбрать, о каком именно с помощью голосования на нашей странице, которое мы традиционно запустим ближе к субботе, и готовьте ваши вопросы, с радостью будем на них отвечать. Да, и мы есть, я же должен закончить. Ну конечно, это правильно. Мы есть в Инстаграме, мы есть в Фейсбуке, и мы есть в Телеграме, поэтому следите за нашими новостями, за нашими анонсами, и спасибо вам большое за то, что вы были с нами в этом прямом эфире, и до новых встреч. Пока. Пока. Субботник.